Самый старый сервер из всех существующих на данный момент, на которых нет никаких правил, поэтому на нем можно играть с читами, можно материться и абсолютно делать все, что твоей душе угодно. Всем ураган, с вами привет, и сегодня вместе с вами мы летим играть на такой сервер, как 2b2t. Это самая популярная анархия, которая есть вообще во всем интернете. Но так совпало, что я попал на первоапрельскую шутку от создателя сервера. Поэтому сегодня мы начинаем новую эру на 2b2t. Одна тысяча лайков и выходит продолжение. Погнали. Мы зашли, и я почему-то здесь какой-то лысый тип, но это не важно. Я первый раз на 2b2t, потому что, чтобы вы понимали, сейчас я только чуть-чуть потише все сделаю. Я за этим сервером слежу уже на протяжении, наверное, 4-х лет, и это жесть просто. Самое главное нам сейчас просто добыть совсем чуть-чуть курицы, потому что сейчас... А, подожди, деревья? А это точно 2b2t? Потому что здесь есть животные, здесь есть дерево. Я должен быть вообще в какой-то жопе. А что не так? Почему я... Это реальный 2b2t, чтобы вы понимали. Но я сейчас... Вот, 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 просто посмотри. Офигеть! Это очень неожиданно, потому что я появляюсь на месте, не на спавне. Вот вам скриншот, как выглядит спавн 2b2t. И там вообще деревьями не пахнет. А я прям на каком-то королевском острове родился. Блин, это очень классно, потому что, ну, по факту, мы можем очень спокойно сейчас здесь выжить. Тогда я быстро себе тогда сделаю кирку и пойдем как бы копаться под землей. Блин, это реально очень странно, потому что если даже посмотреть на ролике, вот, допустим, у Ромы, он спавнился прям на спавне, и там такая жопа творилась. И что вы видели, вон, типы спокойно, типа, ну, пишут про то, то, что в X-Ray там все дела, и... Это жесть. Я вообще, честно, нихрена не понимаю, потому что в чате челы тоже, ну, как бы, типа, а, а, а как это происходит? Потому что это максимально странно. Я столько следил за ребятами, которые играют на этом сервере. Я реально, я прям с захватывающим духом сидел и смотрел, как же им здесь тяжело развиваться. А я захожу и... Офигеть просто, просто офигеть. Честно говоря, я думал, это все реально будет намного сложнее. Мне ребята отвечают, что это реальный 2B2T. Аааа, я понял! Реально, сегодня 1 апреля, поэтому новая мапа, и разработчик решил подшутить. Честно скажу, я очень распереживался, потому что, ну, это, это просто жесть. Это очень страшная штука, и, честно говоря, ну, как-то слишком легкое выживание, я вам скажу, так сказать, на 2B2T. У нас есть уже вот здесь и железо, и абсолютно все, и, как бы, в принципе, мы реально можем начать спокойно здесь выживать. Так что, хаусмастер, не надо больше издеваться, потому что я реально думал, что я просрал свое время просто впустую, и я зашел на какой-то левый 2B2T. Ладно, давай мы быстренько добудем печечки, и пойдем, не знаю, там, ну, конь херня, я пострадаю. Так, я пока переплавлю железо, ставлю еду, и мы реально можем сейчас очень спокойно пройти одним из самых первых, этот гребаный Майнкрафт на 2B2T с первоапрельской шуткой. Я очень надеюсь, что рядом со мной никаких плохих игроков не будет, потому что здесь, типа, ребятам, подойти, убить тебя, еще какую-нибудь фигню, представляете, это максимально нормальная штука, потому что здесь нет никаких правил, здесь нет абсолютно ничего, что может, ну, как бы, предотвратить издевательства, читинг, буллинг и прочие штуки. Так, окей, давай я себе сделаю железный меч, чтобы он, ну, просто так сказать, был. Забираем отсюда печки, верстак и убегаем. В принципе, мы можем очень спокойно даже просто бегать, потому что раньше невозможно было найти еду на гребаном 2B2T, а сейчас спокойно, потому что, как бы, ну, они все обновили, это очень офигенно. О, я вижу первую деревню! Блин, я реально как будто вернулся в 2000 какой-то 10-й год и играю на самом старте 2B2T. Тут даже сундуки целые, охренеть просто можно. Убиваем очень быстренько и простым методом големчика, забираем его железо и идем дальше лутать деревню. Честно говоря, я как будто сижу и играю в простой Майнкрафт. Ой, ТПС-ка сейчас начинает реально уже просаживаться, потому что все больше и больше игроков заходят на сервак, и они просто не понимают, что происходит. Уже один ТПС, хотя мы заходили, реально было, а, ну вот 20. Ну, у нас лагает, это не может быть 20 ТПСов. Офигеть, просто две деревни супер рядом друг с другом. Так, я лучше рисковать не буду, хотя ладно, я парень рисковый. О, все, отлично, поплыли. Погоди. А, нет, ну жители же могут открывать? Ну, в принципе, кстати, да, да. Вот только жаль, что тут кузницы как будто нет, и я сейчас дополнительно железо или что-нибудь такого прикольного не получу. Так, здесь мне ничего не надо. Ну, можно, конечно, вот этого типочка зафигачить. Сейчас я реально очень на себе чувствую вот все вот эти вот лаги, о которых постоянно я слышал в видосах, которые смотрел. Реально, вот жестко просаживается. Ну, это с учетом того, что ни у кого нет ни элитер. Пойдем в лаву, лаву надо найти быстро. Погоди, я вот здесь услышу лаву. Здесь только одна штука, поэтому мы лучше скипнем это. Честно говоря, меня пугает только одно. Ни одного игрока я еще не встретил. Просто ни одного. Так, давай мы быстро скрафтим лодку и пойдем посмотрим, что у нас вообще творится на... Где вот... А, вот она появилась. Охренеть, тут лаги реально очень жесткие. Так, надо покушать и поплыли. Значит, храм со стражами. Ну, это мне не надо. Ой, я испугался, аначки. Плыву я реально уже очень дофига и я не понимаю, где суша. Так, неужели это большой кусок? Нет, это тоже маленький. А, хотя, подожди, вот дальше. Возможно, это уже реально большой кусок. Ох, на этой гребаной карте. Да, все, отлично. Хоть куда-то я доплыл. ТПС у сервака максимально плохо целых 4. Когда мы заходили, было 20. И все, что сейчас нужно, это добраться в ад. О, а вот и нужный нам портальчик. Так, чтобы побыстрее избавиться от эффекта, дай я молока у коровы возьму и просто попью. Вообще, 0.3 ТПСа на серваке. Все, найс. Это мы убрали, отлично. Теперь я хочу пойти и вскопать вон тот золотой блок. И, возможно, мы двинемся дальше, чтобы найти, возможно, лаву. А, возможно, уже готовый портал. Ну, алё, заберись. Спасибо. Вот я думал, это оно, а тут тоже один блок. Я очень сильно надеюсь на то, что вот здесь где-то будет в пещере лава. Но, походу, мне ее все так же не видать. Да, абсолютно пустая пещера. Что вы понимали, я реально, я из-за ТПСа не могу даже с лодки встать. Ааа. Еее, я отстоял вторую очередь. А хотя бы, по факту, третью я бы сказал. И я, честно говоря, думал, то, что я зайду. Так, подожди, ТПС-20. Вообще отлично. Я надеюсь, рядом тут никто не проплывал. А мы быстро идем и лутаем вот этот пиратский корабль. Если в нем будут сокровища, пойдем быстренько возьмем сокровища. И я хочу сделать одно. Пойти. Ох, нихрена здесь. Короче, я хочу сделать одно. Я сейчас вдохну здесь. Не, подыхай, спасибо большое. Я хочу сделать одно. Это построить маленький домик. Ох, нихрена здесь. Картошку возьмем. Мосблок возьмем. Это тоже почему бы не взять. И все, выплываем отсюда. И, в принципе, карты здесь не было. Поэтому я предлагаю просто построить маленький, миленький домик. И если вы наберете тысячу лайков, я зайду уже не на первый апрельский ТУБИТУТИ, чтобы начать тут развиваться. Так, давай мы скинем абсолютно все шмотки пока вот сюда. Вот у нас есть какая-то броня прям нереальная, мне кажется. Алмазы есть, это все есть. Вообще отлично. Совсем чуть-чуть местности я здесь очистил. Теперь мы идем просто делать себе пол. Ну что, маленькую свою лепту оставлю я все-таки на ТУБИТУТИ. Примерно вот так вот выглядит у меня дом снаружи. Внутри прекрасно. Просто будем спать под открытым небом. Сделал я маленькую здесь грядочку. Если вы хотите, можете прийти по вот этим координатам, если эта мапа все-таки останется хотя бы еще на один день. И, не знаю, оставить табличку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...